Юлия, добрый день. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о компании, которую вы представляете. Здравствуйте. Меня зовут Юль Цитол. Я из компании Гардероба. Мы работаем в сфере услуг для онлайн-магазинов, работающих в фэшн. И наша задача – это в мирное время поднимать продажи в этих магазинах. А сейчас, во время кризиса, конечно же, не допускать катастрофического их падения. Мы предлагаем продукты, которые связаны с персонализацией контента. На основании машинного обучения у нас есть алгоритмы, которые изображения разделяют на реквизиты и помогают каждому пользователю на сайтах, где продается одежда, и обувь, и аксессуары. Выбирать то, что ему нужно, что ему необходимо, в зависимости от цели визита на сайт, в зависимости от его каких-то предпочтений. Ну, например, пользователь зашел на сайт, посмотрел синюю майку, и, соответственно, рекомендационные алгоритмы, которые мы предоставляем, дают пользователю похожие вещи в выдаче и рекомендуют, какие сочетания с этим предметом одежды ему еще могут понравиться. Соответственно, в каких вариантах наши продукты представлены? Это, в первую очередь, рекомендационные алгоритмы, ну, также чат-боты для мессенджеров, где картиночная составляющая рекомендационных алгоритмов сочетается с вопросами, ну, то есть с текстовым форматом. Сейчас мы, наша целевая аудитория, так скажем, дукринесная — это большие ритейлеры. Наши продукты сейчас есть в Модисе и в Тенклэр, они очень хорошо работают, и в Леформе тоже. Мы показываем значительное увеличение объемов продаж за счет увеличения среднего чека в основном. Но сейчас, когда индустрия моды и индустрия фэшн-ритейла объективно находятся в глубочайшем пике, мы очень хотим и считаем это своей самой главной миссией индустрии помочь и предлагаем свои продукты маленьким брендам и считаем, что на основании наших продуктов маленькие бренды могут объединиться и таким образом завоевать внимание покупателя и плотнее достучаться до своей целевой аудитории. А, соответственно, какие решения для малых брендов предлагаете? Можете повторить еще раз? Да, конечно. Наша основная идея заключается в том, что на основании рекомендательного алгоритма маленькие бренды могут объединяться. То есть, например, люди, у которых производство вечерних платьев и которые обладают уже достаточно серьезной целевой аудиторией, могут посредством рекомендационного алгоритма пускать в себя на сайте рекомендации, ну, допустим, домашней одежды, либо дополнять решения и продажи у вещей своих какими-то аксессуарами. Сейчас мы очень плотно работаем в этом направлении, набираем пункт молодых дизайнеров, ну и молодых марок, или не очень молодых марок, но небольших марок, которые готовы в этом поучаствовать. И, соответственно, в течение трех месяцев предлагаем свои услуги бесплатно по внедрению этого рекомендационного алгоритма с тем, чтобы все потенциально подружаемые дизайнеры между собой подружились, а, соответственно, покупатель получал больший интерес к себе, скажем так, а мы получали убедительные доказательства того, что наш продукт работает. Соответственно, принять участие в этой, скажем так, программе могут любые желающие, связавшие с вами по контактам, которые будут указаны под видео, правильно? Да, все правильно. Но у нас есть определенные требования технические, но они довольно простые, и мы всегда идем навстречу. Так что да. Это замечательно. Я думаю, это будет очень полезно, и вы сможете найти потенциальных партнеров. Пожалуйста, пишите Юле, участвуйте, ознакомьтесь с новыми технологичными продуктами и повышайте продажи. Спасибо вам большое. Спасибо, Карин.